Год назад Владимир Путин принял отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова. На его место назначил замминистра экономразвития Станислава Воскресенского. На сентябрьских выборах политик избавился от приставки в Рио. Вместе с ивановцами мы постарались вспомнить, как изменилась жизнь в регионе за последний год. Кадровой шашкой махать не собираюсь. Именно такое заявление сделал год назад Станислав Воскресенский. Обещание сдержал. Серьезных изменений в составе регионального правительства не произошло. Кроме того, в первый день на новом посту политик подчеркнул, что планирует отправиться в муниципалитеты и, цитата, выработать план развития. Почти каждую неделю в Рио губернатора выезжал в районы. Не секрет, что Ивановская область – дотационный регион. Одна из основных задач – улучшить его экономическое положение и инвестиционный климат. Без хорошей транспортной инфраструктуры привлечь капитал непросто. Спустя четыре месяца после назначения Воскресенского на должность удалось наладить высокоскоростное сообщение с Москвой. Наверное, главное изменение – это все-таки ласточка. Большинство людей в городе ее опробовали. Если не будут глобальных поднятий цен на нее, то это будет очень круто. Вы ездите в Москву периодически, может быть? Ну да. На чем ездите? На транспорте общественном. В Москву на каком? То есть на автобусном транспорте? Бывает на автобусе, бывает на поезде. На поезде на каком? На поезде, вот кинешь мы в Москву ездить. То есть который ночной? Ну да. Хотелось попасть на ласточку, но все никак не получалось. Почему не получалось? Все как-то билеты быстро раскупают. Ну что он сделал? Во-первых, пустили ласточку на новый поезд. С автохранами разобрались. Они вышли из долгов по зарплате. Город стал преображаться. Делают ЖД вокзал. Делают площадь Ленина. Сделали на площади Пушкина, облагородили все. Ласточка до столицы, конечно, не единственное, что появилось в области с приходом Станислава Воскресенского. Большое внимание губернатор уделяет промышленности, социальной сфере, благоустройству. Города региона за лето заметно преобразились. Почему вы за Воскресенского проголосовали? Ну, потому что какие-то наладились положительные перемены. В частности, понравилось, как он наладил работу автокрана. Все-таки много людей было безработных. Вот я считаю, тоже положительный момент. То есть уменьшение заработки в регионе. Я считаю, что он достаточно сделал. Мне очень нравится его программа в поддержку многодетных семей. Он очень хорошо и заботливо к этому делу относится. Если честно, так совпало, но в этом году нам выдали субсидию как многодетной семье на расширение жилья. И это без всякого блата, без ничего. Просто одним из 15 из многодетных семей нам выдали субсидию. Посмотрите благоустройство в городе, которое рассматривается как с точки зрения жителей, так и с точки зрения участников бизнеса. Они вовлекаются и организуют это все, а жители потребляют и радуются. Одной из точек роста Воскресенский считает здравоохранение. В медучреждении Ивановской области закупают новое современное оборудование. Ремонтируются здания, поликлиник и больниц. Впрочем, несмотря на реальное достижение в разных отраслях, проблемы остаются, причем весьма существенные. Одна из них, например, количество жилых недостроев и обманутые дольщики. В здравоохранении заметили какие-то изменения? Я в здравоохранении работаю, что-то я не очень заметила изменения. В здравоохранении нет изменений никаких пока? Не заметила я. Самое главное, что завод по производству полимерных материалов ушел из нашей области, по-моему, это самое главное. Вот это негативное. И самое главное – ветхое жилье. Ветхое жилье, надо эту проблему решать срочно. Да. У меня у самой это ветхое жилье, проблемы очень большие. И я думаю, и надеюсь, что он поможет и будет решать эти проблемы. Примечательно, что во время предвыборной кампании, когда нужно максимально мобилизировать электорат, Воскресенский не рассыпался в обещаниях перед избирателями. Новый губернатор вообще не очень любит бросать слова на ветер. Впереди у него несколько непростых лет, которых едва ли хватит, чтобы решить все проблемы региона. Остается надеяться, что, отбросив приставку в Рио, Станислав Воскресенский продолжит работать на благо Ивановской области. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.